МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день в мире рождается новая тайна и совершается открытие. Сегодня я, Олег Шишкин, утверждаю, у каждой загадки есть свой ответ. Надо лишь знать, где его искать. Давайте это делать вместе. В эфире «Загадки человечества». Сегодня в программе. Английский художник Нил Харбисон стал первым официальным человеком-киборгом. Вживленная в голову мужчины антенна позволяет ему видеть ультрафиолетовые и инфракрасные волны. Как скоро человечество превратится в биороботов? И какие возможности откроются перед нами после такого тюнинга? Я сейчас снимаю твою кибер-руку с помощью моего кибер-глаза. Меркурий скоро погибнет. Такой прогноз сделали астрофизики. Что случится с планетой? Какой катаклизм заставит исчезнуть небесное тело? И как это отразится на Земле? Траектория Земли резко поменяется. Баланс будет нарушен. В какую сторону это нужно рассчитывать? Григорианский календарь может погубить планету. Почему астрологи называют наше летоисчисление разрушительной силой? Как наши предки ориентировались на лунные циклы? И что будет с человечеством, если мы не изменим наш календарь? Григорианский календарь придумал Юлий Цезарь, чтобы таким образом добиться господства над миром, отняв у людей связь с духом, с природой и друг с другом. Древнее проклятие главной крепости России. Кто повинен в пожарах и смертях, произошедших в стенах Кремля? Что сулит россиянам темная сила? И как избавиться от дурного глаза из прошлого? В течение 1580-х Иван Грозный приказал своим людям вырыть сотни ям под Кремлем, для того, чтобы построить камеру пыток. Сенсационное открытие археологов. Ученые объявили, что обнаружили могилу Чингисхана. Где покоятся останки великого полководца? Какие тайны скрываются за смертью Чингиза? И почему монголы не хотят, чтобы усыпальница правителя была найдена? Чингисхан также боялся, что однажды его могилу найдут враги и отрубят ему голову. Именно поэтому он решил скрыть место своего погребения. Пришельцы жили на нашей планете. Американский исследователь Брайан Фостер нашел ДНК внеземной цивилизации. Как выглядели инопланетяне? И что они делали на Земле тысячи лет назад? Все подробности в эксклюзивном интервью ученого. Некоторые фрагменты ДНК не совпадают ни с одним известным человеческим шаблоном. Древние пирамиды – это остывшие ядерные реакторы. Каким образом с их помощью добывали энергию? Кто построил эти сооружения? И почему сегодня они не работают? Правильно построенная пирамида с, естественно, каким-то внутренним наполнением, о котором мы не знаем, она могла обеспечить, скорее всего, электроэнергией в достаточно большие территории? В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Английский художник Нил Харбисон стал первым официальным человеком-киборгом. В его голову ученые вшивили специальный датчик и антенну, который позволяет ему видеть ультрафиолетовые и инфракрасные волны. Нил даже сумел убедить правительство Великобритании разрешить ему фотографироваться на паспорт, не снимая антенны, поскольку, по мнению Харбисона, она является продолжением его мозга. Как скоро люди превратятся в киборгов? Кто уже решился вживить себе в тело новые технологии? И какие возможности открываются перед человечеством после такого чунинга? На голове Нила Харбисона установлено специальное устройство «Айборг». Этот сенсор помогает художнику с детства страдающему дальтонизмом видеть все цвета радуги вместо привычных черного и белого. Новая возможность открылась Нилу спустя некоторое время после операции по вживлению сенсора. Оказалось, что помимо обычного цветового спектра, теперь Нил может видеть и недоступное человеческому глазу. Я воспринимаю не только видимый спектр цветов. Я вижу в том числе инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Цвет и свет — это вибрации. Эта антенна ловит вибрацию определенного цвета и передает ее в мой череп, во внутреннее ухо. И таким образом я слышу свет. Вот так выглядит наш мир в инфракрасном излучении. Чтобы обычный человек смог увидеть подобное изображение, ему необходимы специальные очки. Но только не Нилу. И этот парень далеко не единственный, кто решил превратить свои недостатки в достоинства с помощью новейших технологий. Канадский режиссер Роб Спенс в детстве потерял правый глаз. Сегодня в пустой глазнице у него установлена беспроводная камера. Я сейчас снимаю твою кибер-руку с помощью моего кибер-глаза. Сегодня людей-киборгов на планете уже более 10 тысяч. В основном это люди, которые в результате болезни или несчастного случая лишились какой-либо из своих конечностей и теперь вынуждены использовать бионические протезы. Подобные технологии помогают даже парализованным людям. Они могут самостоятельно есть, задействуя нейронные связи и подавая команды мысленно. Это значительно облегчает их жизнь. Однако не все становятся киборгами по предписанию врача. Некоторые осознанно выбирают путь усовершенствования своих человеческих возможностей. Например, россиянин Евгений Черешнев три года назад вживил себе в руку микрочип, который теперь использует вместо пин-кода для разблокировки мобильного телефона или планшета. Если у тебя внутри есть ключ какой-то или группа ключей, то ты действительно можешь не носить с собой ничего больше. То есть ни ключей, ни прав, ни документов, ничего. Тебе ничего не нужно. Пароли не надо в интернет помнить. Самым совершенным киборгом современности считается профессор кибернетики из Британии Кевин Борбик. Мужчина не только поместил под кожу микрочипы, позволяющие дистанционно управлять всей техникой в доме, но и решился на уникальный совместный эксперимент с женой. Нам в нервную систему вживили специальные микросхемы, которые должны были создавать телепатию или эффект сопереживания. Для передачи сигнала на расстояние использовался интернет. Это поразительно, но мы могли чувствовать друг друга на расстоянии. Обострение чувствительности, способность к телепатическому контакту и возможность телекинеза – самые востребованные опции на современном киберрынке. Однако пока не все из них доступны человечеству. Прямо сейчас мое тело и сознание подключены к датчикам сейсмографов планеты, и это позволяет мне чувствовать сейсмическую активность планеты. Мун Ривз – девушка-киборг. Она обладает поистине необычными способностями. Дело в том, что в ее руку вшит специальный чип, который улавливает сейсмоактивность по всей планете и передает ей эти вибрации. Иными словами, каждый раз, когда в мире происходит землетрясение, Мун чувствует его в прямом смысле слова всем своим телом. Но зачем нужна такая суперсила? Есть нечто невероятное в том, что я могу чувствовать то, что нельзя прощупать пульс планеты. Мне кажется, это для того, чтобы расширить свое восприятие мира, понять саму планету. Глядя на этих экспериментаторов, кажется, что фантастическая эра людей Икс не за горами. Однако, по мнению многих ученых, у чипирования есть и существенные минусы. И что самое удивительное, с этим согласны даже сами носители технологий будущего. Это вот огромный массив, который тебя и персонализирует, и объясняет, кто ты такой, как ты себя будешь вести в определенных ситуациях. Это очень страшно. С точки зрения того, что доступ к этому есть у избранных компаний. И они знают нас больше, чем все наши родственники вместе взяты. Это пугает. Тем не менее, возможность стать обладателем суперспособностей привлекает огромное количество энтузиастов. По результатам соцопроса, сегодня себя с помощью новых технологий хотели бы улучшить около 80% россиян. И по мнению ученых, от такого кибербудущего нас отделяет не больше 20 лет. Но что, если именно эти прогрессивные разработки станут концом нашей эволюции и началом вырождения всего человеческого рода? Меркурий навсегда исчезнет. Такое шокирующее заявление сделали астрофизики Гавайского университета. По мнению ученых, за последнюю тысячу лет планета заметно уменьшилась в размерах. Кроме того, орбита ее движения сместилась еще ближе к Солнцу. Такие перемены, как считают исследователи, в скором будущем могут привести к полному уничтожению небесного тела. Но каким последствиям приведет смерть одной из планет? Как катаклизм отразится на Земле? И что случится с нашей планетой, если привычный баланс в Солнечной системе будет нарушен? Космологи всего мира с замиранием сердца следят за Меркурием. Даже незначительное изменение поведения этой планеты в отлаженной, как часовой механизм Солнечной системе, чревато страшными последствиями. Но что будет с нами, если Меркурий все-таки погибнет? Траектория Земли резко поменяется. Баланс будет нарушен. В какую сторону? Это нужно рассчитывать. Может, в сторону увеличения, а может быть, эллипс какой-то получится. То есть одно время мы будем наблюдать засушливое, очень жаркое лето, выжигающее все на Земле, а потом арктический холод, допустим, тоже на всей планете. Странные явления на Меркурии астрофизики наблюдают уже очень давно. Дело в том, что его твердое тело занимает больше половины всей планеты и в пять раз превышает размер ядра Земли. При этом с каждым днем Меркурий стремительно сжимается и меняет свою траекторию. Так неужели он будет уменьшаться до тех пор, пока окончательно не исчезнет? Меркурий начал уменьшаться в диаметре почти 4 миллиарда лет назад. Скорее всего, всему виной масштабная астероидная бомбардировка. Или все это результат гравитационных флуктуаций, обусловленных воздействием планет-гигантов. Чтобы проверить эту версию, гавайский ученый Ричард Зеебе на компьютере смоделировал процессы, которые будут происходить в космосе в ближайшее время. На все у Зеебе ушло несколько месяцев, но результат этого исследования оказался поистине ужасающим. Меркурий действительно изменится в размерах настолько, что сорвется с орбиты, а столкновение с Солнцем окончательно уничтожит его. Каждый со школы знает, что Меркурий – ближайшая планета к Солнцу. А раз сосед, то и первый кандидат на исчезновение. И такое событие крайне вероятно. Более того, по человеческим временным меркам это будет не скоро. Но по космическим, так сказать, часам это будет в ближайшее время. Страшные прогнозы начнут сбываться уже, когда орбита Меркурия вытянется в узкий эллипс. Чем ближе планета будет подбираться к Солнцу, тем невыносимее станет жизнь на Земле. Нас ожидают потопы, землетрясения, цунами и прочие катаклизмы. Так неужели судьба человечества предрешена? Назвать точную дату, когда это произойдет, конечно, невозможно. Но вероятность этого достаточно велика. Ричард Зеебе уверяет, от космического апокалипсиса нас отделяет еще несколько веков. Однако, если ученые будущего не найдут способ предотвратить исчезновение Меркурия, единственным спасением для нас станет переселение на другую, более отдаленную от Солнца планету. Далее в программе. Наш календарь может погубить человечество. Почему астрологи считают его разрушительной силой Вселенной? Чем лунные циклы отличаются от солнечных? И что случится, если мы не сменим наше летоисчисление? Луна оказывает на нашу планету колоссальное влияние. Это не просто спутник Земли. Если его не будет, на нас обрушатся небывалые стихийные бедствия, которые изменят планету до неузнаваемости. Главная тайна Московского Кремля. Кто и когда наложил проклятие на древнюю крепость? Каким последствиям привела темная магия? И почему кремлевские звезды считаются защитой от нечисти? Место Московского Кремля – это пересечение зимнего и летнего солнцестояния. Нет никакого сомнения в том, что это место могло иметь важное ритуальное значение в течение очень длительного времени. Тайна могилы Чингисхана раскрыта. Археологи обнаружили усыпальницу великого полководца, где похоронен самый знаменитый монгол. И почему его потомки не хотят, чтобы останки правителя были найдены? Чингисхан также боялся, что однажды его могилу найдут враги и отрубят ему голову. Именно поэтому он решил скрыть место своего погребения. Останки яйцеголовых существ принадлежат пришельцам. Американский исследователь Брайан Фостер обнаружил ДНК внеземной расы. Чем пришельцы отличаются от нас? Самые шокирующие подробности в эксклюзивном интервью исследователя. Некоторые фрагменты ДНК не совпадают ни с одним известным человеческим шаблоном. Атомная энергетика древнего мира. Пирамиды — это ядерные реакторы из прошлого. Кто их построил? Как они работают? И можно ли воссоздать технологию? Видите эти интересные шахты в стенах? До 1870 года эти шахты не были видны. Они были спрятаны за каменными блоками. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Московский Кремль проектировал сам Леонардо да Винчи. К такому выводу пришли российские исследователи. Первым такое предположение высказал в конце 80-х историк Михаил Анчаров. По его мнению, косвенным доказательством участия итальянского зодчего в постройке сооружения можно считать архитектурную схожесть ансамбля крепости со знаменитым миланским замком семьи Сфорца. Кроме того, именно на период реконструкции Кремля приходится знаменитый пробел в биографии гения. Ровно три года с 1499 по 1502 о месте нахождения Леонардо ничего не известно. Из оккупированного французами Милана он тогда бежал, но куда? Мог ли да Винчи провести эти годы в Москве? И почему об этом визите Леонардо никогда не упоминал в своих записях? Как иностранцы, они не смогли покинуть Москву и должны были в ней сложить свои кости. Так описал судьбу создателей Кремля российский историк 19 века Игнатий Стелецкий. Если верить официальной истории для строительства крепости государем Иваном Третьим, в столицу были приглашены двое итальянских зодчих Аристотель Фьюрованти и Пьетро Антонио Салари. Последний из них был известен как один из ближайших учеников Леонардо. В летописях говорится, что Салари приехал в Москву в сопровождении трех подмастерьев. Но мог ли один из них быть не учеником, а учителем? В 1502 году да Винчи возвратился в Милан. О том, где он провел три года своей жизни, художник никогда не упоминал. Однако существует гипотеза, что домой в Италию да Винчи бежал из России. Но что в Кремле могло так напугать гения эпохи Возрождения? Даже те архитекторы, которые приезжали реконструировать, строить и реконструировать его, в частности итальянцы. Они все сюда приехали, но судьба у всех была трагическая. Действительно, оба итальянца, Салари и Фьюрованти, погибли на чужбине при невыясненных обстоятельствах. Нигде в летописях об их смертях ничего не говорится. Несмотря на то, что оба зодчих были заметными фигурами при дворе Ивана Третьего. Что же такого страшного могло произойти в стенах Кремля, чтобы об этом побоялись упоминать в истории? Там была территория, на которую еще очень давно пришло племя Вятичей в 10-11 веках нашей эры. Но эта земля принадлежала языческим жрецам. И существует поверье, что один из языческих жрецов проклял завоевателей. В это сложно поверить, но археологические находки на территории Кремля подтверждают старинное поверье. За последние годы на Боровицком холме археологи обнаружили орудия труда, которым более 4 тысяч лет. Любопытно, что место московского Кремля – это пересечение зимнего и летнего солнцестояния. Значит, нет никакого сомнения в том, что это место могло иметь важное ритуальное значение в течение очень длительного времени. И я убежден, что ввиду того факта, что он был населен как минимум со 2 века до нашей эры, мы можем себе представить, что уровень шаманства, уровень ритуальной культуры и уровень взаимодействия с темными силами, что тоже имело место, были очень высокими. Мало кто знает, но кроме Кремля, который виден всем, существует и другой – подземный Кремль. По данным историка Игнатия Стелицкого, под крепостью имеются более 350 подземных ходов. Большая часть тоннелей была создана погибшими итальянцами в 15-16 веках. Но некоторые из коридоров имеют гораздо более раннюю датировку. Мы знаем наверняка, что в течение 1580-х Иван Грозный приказал своим людям вырыть сотни ям под Кремлем для того, чтобы построить камеру пыток. И, разумеется, он приказал убить всех, кто построил эту камеру, потому что она должна была оставаться под секретом. Так что легенда о мрачных ритуалах в этом месте имеет под собой основу. Сложно поверить, но многие современные исследователи считают, что древнее проклятие язычников не покидало стен Кремля целые тысячелетия. Лишь за первые 450 лет своего существования сооружение пережило более 100 пожаров. Как будто кто-то упорно пытался прогнать завоевателей с этих территорий. Место Кремля издревле считалось своеобразным пупом земли. Для славян, которые пришли на эти территории, именно эта возвышенность стала неким центром мира. В общем-то говоря, это может быть даже местом удара, энергетического удара. Звучит невероятно, но только с 12 века на территории крепости было погребено не менее 6 тысяч человек. Позже, в 17 веке, царь Алексей Михайлович наложил вето на новые захоронения на Кремлевской территории. А когда к власти пришел его сын Петр, столицу вдруг перенесли из Москвы в Петербург. Но отчего на самом деле бежал великий правитель? Это всегда была и мистическая точка. Соответственно, мысли людей, позитивные, негативные, они стекаются к Кремлю. И образуют гигантский вихрь, воронку, водоворот, энергии. Для того, чтобы это место оставалось местом положительной силы, туда должна идти обязательно и положительная подпитка. Возможно, именно в попытке изменить энергетику крепости, в 1780 году Екатерина Великая приказала построить в стенах Кремля здание Сената, представляющее собой равнобедренный треугольник с вписанной в него пентаграммой, мощнейшим магическим символом. Однако попытка императрицы не увенчалась успехом, и в последующие века в стенах Кремля погибали практически все его правители. Поэтому есть основания полагать, что действительно такое проклятие имело место быть, скорее всего, поскольку, как показать дальнейшие события, и события в Москве и в Кремле в частности, действительно здание было не самым спокойным в плане истории. После прихода к власти Сталина на кремлевских шпилях появились звезды. Официально символы носили пропагандистский характер, но если посмотреть на них с мистической точки зрения, то символы обретают совсем другой смысл. Везде, где вы видите красные звезды, что это за звезды? Пятиконечные звезды. А что есть пятиконечная звезда? Это пентаграмма, древний символ оккультизма и знак защиты. Поэтому вовсе не случайно, что Сталин выбрал именно этот символ, чтобы защитить свой самый любимый город и свою страну. Возможно, именно эти защитные звезды и стали ключом к снятию заклятия. Череда таинственных смертей правителей закончилась. Эзотерики объясняют это тем, что пятиконечные хранители были изготовлены из рубинового стекла, обладающего большой защитной энергетикой. А в основу каждого символа был установлен каркас в виде многогранной пирамиды. Знака власти, защиты и покровительства. Далее в программе. Наш календарь может погубить человечество. Почему астрологи считают его разрушительной силой Вселенной? Чем лунные циклы отличаются от солнечных? И что случится, если мы не сменим наше летоисчисление? Луна оказывает на нашу планету колоссальное влияние. Это не просто спутник Земли. Если его не будет, на нас обрушатся небывалые стихийные бедствия, которые изменят планету до неузнаваемости. Сенсационное открытие археологов. Ученые объявили, что обнаружили могилу Чингисхана. Где покоятся останки великого полководца? Какие тайны скрываются за смертью Чингиза? И почему монголы не хотят, чтобы усыпальница правителя была найдена? Чингисхан также боялся, что однажды его могилу найдут враги и отрубят ему голову. Именно поэтому он решил скрыть место своего погребения. Невероятное открытие американского исследователя. Брайан Фостер готов доказать, что тысячи лет назад инопланетяне жили на Земле. Как выглядели пришельцы? И чем они отличались от нас? Все подробности в эксклюзивном интервью ученого. Некоторые фрагменты ДНК не совпадают ни с одним известным человеческим шаблоном. Ядерные реакторы появились две тысячи лет назад. Как с помощью пирамиды получить энергию? Почему сегодня они не работают? Можно ли вернуть утерянные технологии? Пирамиды являются огромными усилителями, огромными машинами. И они предназначены для многого. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Это обычный календарь, которым мы пользуемся ежедневно. А вот другой. По нему жили наши предки. Мало кто знает, но раньше год состоял не из 12, а из 13 месяцев по количеству лунных циклов. И каждому дню был приписан свой галактический код. Есть гипотеза, что именно знание этого кода позволяло нашим предкам жить в гармонии с миром, подпитываться силами природы, собирать хорошие урожаи и строить невероятные сооружения. Почему мы растеряли эти знания? И насколько изменится наша жизнь, если мы вновь перейдем на лунный календарь? Что если в один день луна просто исчезнет? Этот вопрос на протяжении сотен лет задавали себе все именитые ученые планеты. Но только в 21 веке удалось получить ответ. И он ужасает. Если луна погибнет, вслед за ней смерть ждет и нашу планету. Луна оказывает на нашу планету колоссальное влияние. Это не просто спутник Земли. Если его не будет, на нас обрушатся небывалые стихийные бедствия, которые изменят планету до неузнаваемости. Используя компьютерное моделирование, астрофизики доказали, после исчезновения Луны угол наклона Земли изменится, и она станет вращаться хаотично. А люди будут страдать от экстремальных перепадов давления, диких головных болей и медленно сходить с ума. Неужели древние люди знали об этом? И именно поэтому Луна для них имела такое сакральное значение. Луна облетает Землю один раз за 28 дней. И она делает это 13 раз. Это очень простой календарь, который имеет так много смысла. 13 месяцев. И это равняется 364 дням. И, как вы знаете, цикл Земли – это 365 дней, чтобы облететь Солнце. Именно по такому календарю, поклоняясь сразу двум светилам, жили все древние цивилизации. Много тысяч лет назад люди заметили – гравитационное поле Луны приводит не только к приливам и отливам морей и океанов на Земле, но и к колебаниям уровня жидкостей внутри самого человека. Даже в растениях происходит перераспределение соков. Причем все это случается циклично, каждые 28 дней. Поэтому наши предки верили – сверяя жизнь с лунным календарем, можно оградить себя от многих неприятностей, болезней и даже трагедий. Это кажется невероятным, но им это действительно удавалось. Но почему мы все это забыли? Кому и, главное, зачем вдруг пришло в голову все изменить? Григорианский календарь придумал Юлий Цезарь, чтобы таким образом добиться господства над миром, отняв у людей связь с духом, с природой и друг с другом. Стоит ли удивляться тому, каким трудом удается созидать мир в мире, живущем по календарю, который создан для его завоевания? Многочисленные исследователи уверены – григорианский календарь заставляет людей погружаться в хаос. Различные по длине месяцы, да и сами их названия абсолютно нелогичны. Чего только стоит високосный год, который регулярно сеет панику среди людей. И хотя человечество уже привыкло к такому искаженному стандарту измерения, но так ли уж оно безопасно? Опасности нарастают, можно их перечерклять долго, это взрывы в Йоллд-Стоун, да, проворот элтосферы вокруг своей оси, что уже было несколько раз, но опасностей достаточно много. Прогнозы космологов тоже неутешительны. Вокруг Земли вращается огромное количество астероидов. Один из них – гигантская глыба диаметром почти 900 метров, 1 июня подошел к планете слишком близко. Если он столкнется с таким же космическим валуном вблизи земной орбиты, Луна погибнет. И тогда результаты компьютерного моделирования могут стать нашей реальностью. Найдена могила Чингисхана. С таким сенсационным заявлением выступили археологи. Историки определили захоронение как царскую гробницу 13 века. В ней обнаружены скелеты нескольких десятков человек. Но действительно ли среди них есть останки великого полководца? И неужели тайна гробницы Чингиза, поисками которой занимаются уже 8 веков, Наконец раскрыта? В 300 километрах к северу от Улан-Баттера Археологи обнаружили древний могильник с останками по меньшей мере сотни человек. Профессор Чикагского университета Джон Вулс руководил экспедицией. Он выдвинул гипотезу, что все эти люди были воинами Чингисхана. Ученый предположил, что где-то неподалеку от этого места захоронен и сам полководец. Но где именно, не знает никто. Легенды говорят, что он был захоронен определенными людьми, которые потом были убиты. А убийцы этих людей были убиты кем-то еще. Чтобы тайна нахождения могилы Чингисхана навсегда осталась ею. Также по месту погребения несколько раз прогнали лошадей. Таким образом, навсегда останется неизвестным, где же находится эта могила. Тайна могилы Чингисхана будоражит умы историков уже более 800 лет. По одной из версий, останки великого завоевателя покоятся на территории России, на дне реки Анон. Ходит легенда, что военачальника похоронили в золотой ладье с несметными сокровищами. Однако у этой гипотезы нет ни одного научного подтверждения. Это может быть такая самая маловероятная гипотеза. Конечно, сегодня основной спор идет между монголами и китайцами. Потому что это предмет исторической гордости, где располагается могила Чингисхана. Ну, скорее всего, конечно, здесь нужно отдать приоритет монголам. Все-таки, наверное, собственно говоря, право за ними. Исследователь Джон Вудс считает, Чингисхан действительно похоронен у себя на родине, в районе Хэнкийских гор. Однако власти Монголии не дают разрешения на проведение раскопок в этой местности. Действительно, одно из самых вероятных мест захоронения – это гора Бурхан-Халдун. Скорее всего, где-то на склонах этой горы, если вообще есть могила, он и был захоронен. Я почти уверен в этом, но добиться разрешения просто невозможно. Тайна навсегда останется тайной. Жители Монголии не хотят, чтобы могила Чингисхана была найдена. Но почему? Ведь такая находка могла бы стать сенсацией мирового масштаба. Все дело в религии. Монголы верят в так называемый дух сюльде. Это дух вечной жизни, который находится в голове. Они считают, что после смерти человек может возродиться в новом теле. Но только при одном условии – если его голова не отрублена. Именно по этой причине вождям покоренных народов отрубали головы. Чингисхан также боялся, что однажды его могилу найдут враги и отрубят ему голову. Именно поэтому он решил скрыть место своего погребения. Армия Чингисхана завоевала большую часть Средней Азии и Китая. И, возможно, желание скрыть место своего погребения – это своего рода проявление страха перед местью врагов. Историки свидетельствуют, что спустя 200 лет после смерти хана китайская армия вторглась в Монголию и разрушила ее столицу – Каракарун. От величественного города не осталось ничего. По мнению своих соотечественников, Чингис поступил мудро. Когда после смерти хана китайская армия пришла в Монголию, враги не смогли осквернить останки великого Чингисхана. А значит, следуя монгольской традиции, он сможет возродиться для новой жизни. Если верить легендам, великий завоеватель перевоплотится в теле одного из своих потомков. Учитывая его необычайную плодовитость, то практически на сегодняшний день считается, что его кровь течет практически в каждом из 200 людей. А в Монголии даже значительно выше эта цифра, то есть в каждом из 25 монголов находится кровь Чингисхана. Недавно генетики исследовали ДНК народов Монголии и Центральной Азии и установили, у мужского населения этой территории часто встречается определенный, многократно повторяющийся вариант Y-хромосомы. Исследователи выдвинули гипотезу. В их жилах течет кровь общего предка Чингисхана. В древних монгольских манускриптах сказано, что человек, в котором возродится дух полководца, сможет изменить мировую историю. Древние пирамиды – это остывшие ядерные реакторы. К такому выводу пришел британский исследователь Грэм Хэнкок. Его лаборатория с помощью новейшего метода радиомагнитной разведки поймала устойчивый сигнал, исходящий от знаменитой пирамиды Хеопса. Удивительно, но точно такие же результаты во время своих исследований пирамид в Боснии и Мексике получил американский антрополог Семир Асманаджич. Что это значит? Могла ли существовать атомная энергетика 2000 лет назад? Уникальные исследования антрополога показали – пирамиды создают вокруг себя особый фон. Неизвестное ранее излучение. Возможно, это не что иное, как следы выработки энергии. Такие же следы можно найти у современных ядерных реакторов, которые сняли с эксплуатации. Впервые о сходстве древних пирамид с сегодняшними атомными электростанциями Хэнкок задумался в Гизе. Изучая внутреннее строение знаменитой усыпальницы Хеопса, Грэм обратил внимание на сложную сеть переходов и множественные полости, в точности повторяющие строение современного атомного реактора. По коридору, как я сказал, вырубленному в скале, по нисходящему коридору поднимаемся вверх и по горизонтальному туннелю попадаем в камеру царицы. Мы не знаем, как строители называли эту комнату. Все названия современные. По мнению Хэнкока, в так называемой камере царицы располагался главный пульт управления реактором, а узкие тоннели выполняли функцию системы охлаждения ядерного топлива. Видите эти интересные шахты в стенах? До 1870 года эти шахты не были видны. Они были спрятаны за каменными блоками. Когда они закончили комнату, они закрыли эти шахты блоками. Любопытно, особенно учитывая, что эти воздуховоды не ведут наружу. Современные реакторы, как известно, работают за счет энергии, которая выделяется в процессе расщепления атома. Но за счет чего могли работать древние энергетические станции? Превышение дозы радиоактивного излучения не было обнаружено ни в одной из известных пирамид. Вполне возможно, чтобы правильная построенная пирамида с каким-то внутренним наполнением, о котором мы не знаем, она могла обеспечить, скорее всего, электроэнергией в достаточно большие территории. Действительно, спектральный анализ внутренних стенок пирамид Гизы показал повышенное содержание дейтерия – тяжелого атома водорода. А в некоторых залах этот показатель вообще зашкаливал. Но что это значит? Неужели у древних народов были ядерные установки, работающие на тяжеловодородной воде? Как работает пирамида, до сих пор неизвестно. Но всегда в пирамиде можно обнаружить воду. Это видно и по эрозии. Не стали же люди жить в пустыне без воды в таком большом количестве. И более того, пирамиды просто заряжали воду, энергетически ее структурировали и превращали ее в целебную воду. Американский антрополог Сэм Османаджич высказал предположение, что слабое излучение, которое ему удалось засечь внутри пирамид, это источник энергии жизни. Некие волны, способные благотворно влиять на здоровье человека и окружающую среду. Это значит, что пирамиды являются огромными усилителями, огромными машинами, и они предназначены для многого. От коммуникации до здоровья, исцеления, улучшения структуры молекул и других сфер. Сторонники теории заселения Земли извне считают, что пирамиды значительно старше возраста, который им приписывают археологи. Возможно, они служили пришельцам из космоса чем-то вроде кислородных масок, так как первые поколения землян не могли адаптироваться к слишком агрессивной для них окружающей среде. Поэтому именно 12 тысяч лет назад происходит по всему миру. В Египте, в Южной Америке, в Китае, в Боснии, в Ирландии строительство пирамид. Они были пирамиды и наземные, и подземные, самые разные горы обтачивались в форме пирамид. Причем есть теория, что именно пирамиды, они могут создавать вот разные волны. И люди, которые проживали, получали необходимые для их жизни электромагнитные колебания, которые в течение трех, четырех, пяти, сколько надо поколений, пока они не адаптировались к новым условиям, позволяли существовать. Если Хэнкок прав, и пирамиды были реакторами, которые работали на тяжеловодородной воде, то теория Семира Асманаджича о целебной энергетике этих строений подтвердится. Современные медицинские исследования доказали, что так называемая тяжелая вода способна не просто поправить здоровье, но даже стать возможным лекарством от рака. Однако сегодня, чтобы получить всего один стакан этой живой воды, нужно построить огромный завод. Еще одну загадку египетских пирамид недавно обнаружила международная группа ученых. В течение двух лет они изучали пирамиду Хеопса с помощью космических лучей. Анализ полученных данных поставил исследователей в тупик. У трех камней, расположенных в восточном основании Великой пирамиды, была выявлена температурная аномалия. И объяснений этому феномену в официальной науке на сегодняшний день нет. Далее в программе. Невероятное открытие американского исследователя. Брайан Фостер готов доказать, что тысячи лет назад инопланетяне жили на Земле. Я заинтересовался этим феноменом, когда однажды увидел их в небольшом музее. Как выглядели пришельцы и чем они отличались от нас? Все подробности в эксклюзивном интервью ученого. Некоторые фрагменты ДНК не совпадают ни с одним известным человеческим шаблоном. Это может указывать на то, что некоторые представители человечества подверглись какому-то внеземному воздействию. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. У меня в руках копия одного из самых древних артефактов египетской цивилизации. На ней изображен первый фараон Нармер. Он убивает своего врага, чтобы установить на Земле маат – закон и порядок. Египтяне верили, что Нармер был богом, спустившимся с небес, чтобы править людьми. От простых смертных его отличала необычная вытянутая форма головы. Кстати, такие же черепа были у богов майя и ацтеков. По мнению американского ученого Брайана Фостера, эти изображения – прямое доказательство, что тысячу лет назад на нашей планете жила раса пришельцев. Подобные вытянутые черепа археологи обнаруживают по всему миру. Одна из самых знаменитых находок была сделана в Перу – более 300 останков неизвестных существ. Брайан Фостер лично провел ДНК-анализы этих костей и получил сенсационные результаты. Феноменальные исследования американца Брайана Фостера доказали – инопланетяне были на Земле. Результаты исследования древних черепов Паракаса показали, что объем головного мозга этих существ был на четверть больше, чем у нормального человека. А его строение отличается от нашего. По сути, это новый человеческий вид. Удлиненные черепа находят в Африке, Южной Америке, в Крыму и на Кавказе. Если верить изображениям, головой такой формы обладали Эхнатон и Нефертити. Историки считают, что деформацию создавали искусственно. Так подчеркивался высокий статус человека. Своего рода отличительная черта правителей и жрецов. Но есть и другая версия. Я думаю, что это цивилизация, которая, опять же, была до нашей и, соответственно, развивалась параллельно с обычными людьми, с обычной головой. Я не думаю, что эти люди специально делали себе такую голову. Я извиняюсь, но у них голова такая выросла сама в силу их природных процессов. Один из самых загадочных народов 3000 лет назад проживал на территории Перу в пустыне Паракас. Здесь исследователи обнаружили около 300 длинных черепов. Именно они стали предметом изучения американца Брайана Фостера. Я заинтересовался этим феноменом, когда однажды увидел их в небольшом музее. Я попытался найти объяснение в интернете, но не нашел никаких научных исследований и почти никакой информации. Оказалось, академики никогда не изучали эту культуру, потому что подобные находки ставят их в неудобное положение. Брайан Фостер провел свое собственное расследование. Он договорился с руководством исторического музея в Паракасе и взял образцы тканей пяти черепов. Наборы содержали фрагменты волос, зубы, куски костей черепа и части кожного покрова. Для того, чтобы избежать предвзятых суждений, генетикам, проводившим анализы, не сказали о происхождении материала. Некоторые фрагменты ДНК не совпадают ни с одним известным человеческим шаблоном. Это может указывать на то, что некоторые представители человечества подверглись какому-то внеземному воздействию. Объем мозга и вес черепа, установленные при исследовании, значительно превышают человеческие показатели. И это не могло быть следствием простой деформации. Но самое удивительное, что длинные черепа, в отличие от человеческих, имеют только одну теменную кость. У нас таких костей две. Мы только начали проводить масштабные генетические исследования. Мы тестируем образцы 20 разных черепов. Серьезная база данных, на основе которой можно будет выявить определенные закономерности. Существуют доказательства, что в древности яйцеголовые люди встречались повсеместно. На территории России мода на длинные черепа была у сарматов, гунов, жителей Аркаима. Чаще всего останки яйцеголовых людей находят в Кабардино-Балкарии. Здесь намешаны сотни древнейших культур. Кто из них мог быть обладателем вытянутой формы черепа? Жило великое множество самых разных племен. Кто из них все-таки оставил, прежде всего, вытянутые черепа? Конечно, это сарматы, но мы можем говорить и о том, что вытянутые черепа принадлежали древним египтянам. И, естественно, они имеют какое-то отношение к греческой касте. Советские ученые после исследования длинных черепов пришли к выводу, что деформация черепа действительно могла вызывать легкую эпилепсию и регулярные галлюцинации, вроде тех видений, которые могли быть у жрецов. Важная деталь. Все изученные на сегодняшний день черепа принадлежали молодым людям 14-17 лет. Еще одна примечательная особенность говорит о последних минутах жизни этих людей. Практически на всех черепах имеются отверстия. Это отверстия, естественно, сделаны другими людьми. Это отверстия свидетельствует о том, что жизнь этих людей, молодых людей, была окончена насильственно. Трудно сказать, следы какого этого оружия. Но речь идет не о холодном оружии, типа кинжалов. Речь идет, скорее всего, о грубом вмешательстве в жизнь этих людей. Они были убиты ударами по голове. Насильственная смерть длинноголовых намекает на ритуальный характер деформации черепов. В Кабардино-Балкарии находили целые захоронения людей с подобными черепами. Один из найденных артефактов особенно поразил ученых. Этот удивительный череп Виктору Котлерову предложили купить за 100 тысяч местных жителей. Поначалу останки не привлекли ученого. Но рассмотрев артефакт подробно, историк не поверил своим глазам. Таких черепов я не видел никогда. У него не было глазниц. У него была всего одна глазница вверху. У кабардинцев в эпосе Нарты, как и у других народов Кавказа, в таком же эпосе имеются великаны и ныжи. Они были одноглазые. Но череп по размерам соответствовал человеческому. То есть, по большому счету, это не был великан. Что это за уникум? Почему у него был один глаз? Считается, что организм женщины не приспособлен к рождению длинноголового ребенка. Если информация о мутациях в черепах Паракаса подтвердится, официальная наука будет обязана признать существование нового человекообразного существа. Известные хрустальные черепа, найденные в Гватемале, тоже несколько удлинены. Долгое время считалось, что это прямое доказательство посещения Земли инопланетной цивилизации. Но тайну развеяла группа ученых из Великобритании и США. На хрустальных черепах специалисты обнаружили следы от вращающегося круга, который применяли в 19 веке. Неужели мистификаторы обрезали болванку специальным инструментом, а швы попросту зашлифовали? Наш мир полон тайн и загадок. И каждый раскрытый секрет – еще один шаг на пути к истине. Давайте идти по этому пути вместе. С вами был я, Олег Шишкин, и вы смотрели «Загадки человечества». Субтитры создавал DimaTorzok